Следующий спикер, это тоже одни из корифеев Пасеки, которые очень много сотрудничают с ОКО. Я даже не могу перечислить список, я не буду занимать время. Алексей рассказывает вам два аплодисмента. Всем добрый вечер. Рад приветствовать. Да, на самом деле, если вы откройте сайт Пасеки и откройте рейтинг-компанию, будем на первом месте. Из 20 заявленных проектов, которые были сделаны в этом году, Алексей не даст соврать, мы сделали большую часть этих проектов, чем, собственно, мы родимся. Более того, за этот год мы сделали три крупных проектов, такие как АИЗННК, соответственно, проект «Волонтеры». Давайте приступим. Значит, вкратце, у нас студия развития бизнеса, «Личто.Лайф». Мы занимаемся, как вы видите, непосредственно разработкой, подготовкой к рекламе, продвижением и, соответственно, вопрос самой рекламной компании. Работаем с наиболее популярными платформами, такие как WordPress, Bittrex и 1С. И, соответственно, Bittrex 2.4. И да, на Bittrex 2.4 можно делать сайты. Можно пользоваться, имеет право жить. Действительно, более-менее удоваримо. Можно работать. Вопросы чуть позже. Наша маленькая гордость. Мы с 2017 года выступаем спонсорами на «Воктемпе» в 2017-м. Теперь на регулярной основе выступаем спортовыми митапами, которые проходят в Суле. Кстати, всех очень активно приглашаем на данное мероприятие. Проходит оно ежемесячно, как правило, в второй половине месяца. Вы по Москву вбиваете на сайте «Метапорг», соответственно, и приходите в частности в абсолютно бесплатные мероприятия. Очень сильно стимулирует и на многие вопросы позволяет вам ответить. Как минимум создайте сайт, что для этого нужно. Если с этим проблемой столкнетесь, на все вопросы можно получить абсолютно бесплатно там вопросы. И найти, соответственно, компанию, в том числе и нас, которые помогут решить эти вопросы. Мы также принимали участие и выступали спонсорами на таких хакатованных мероприятиях, как «Дуэкшн», которые проводила «Пайсика». Соответственно, мы успели принять участие на «Пробона». Причем момент был крайне интересный в том, что изначально я лично туда поехал для того, чтобы разработать какой-то определенный проект. Но по истечении некоторого времени, на первые дни, мы определились, что я практически был членом жюри, который принимал, консультировал и активно помогал развивать ребятам те проекты, которые они получили. Мы не победили, а мы, скажем так, помогли ребятам, молодым, буквально 14 лет, 16-18 лет было. Но за, скажем так, эти два дня, которые проходили в Катоне, мы успели доработать, внесли небольшие доработки по проекту «Твори Добро». Я небольшая ремарка «Дуэкшн» проводила «Теплица социальных технологий», это наш главный проект, «Куда ходит басика». Про добро на базе кампуса «Мейлдрук». Собственно говоря, именно этот проект «Твоя территория онлайн» – это был третий фонд, с которым мы познакомились на данном мероприятии в Катоне. Что мы успели? Соответственно, была основная проблема в том, что сайт имелся необновленной версией. Мы доработали, во-первых, обновили ядро. Немножко принесли изменения по структуре сайта. Доработали немножко, подправили мобильную версию, сделали то-то замечательное ПВА-приложение, чтобы можно было удобно пользоваться. Добавили согласие на обработку специальных данных и небольшие прапки. Что, в принципе, значительно облегчило. И самое главное, то, что не могли сделать разработчики долгое время, включили стихать безопасность на их сайте. Банальная вещь, по большому счету, но не смогли. Мы это сделали буквально за первый день. Соответственно, следующий проект, наиболее крупный, это «Оизнанка.Инфо». Соответственно, этот проект мы разрабатывали порядка четырех-пяти месяцев, а здесь было сделано полностью разработано все с нуля, то есть мы согласовывали сначала техническое задание, дальше мы прорабатывали дизайн, выясняли тонкость, нюансы, специфику использования данного проекта. После этого мы непосредственно занялись верткой и, как разрешаю считать, мы сделали на базе CMS WordPress, привели небольшое тестирование, обучили, соответственно, заказчика, используя данную платформу. Опять же, на сайте тестирования мы выявили наиболее удобный сценарий использования тойной платформы. Допустим, где удобнее кнопочку расположить, как удобнее заказчику, допустим, работу с тойной навигацией. Соответственно, и в ходе еще этого месяца тестирования, да, мы допилили, оптимизировали, скажем так, административную часть сайта под заказчика, чтобы было удобно, понятно, интуитивно пользоваться данным сайтом. Сейчас люди самостоятельно абсолютно ведут проект, меняют слайды, добавляют базу данных, меняют, расширяют путеводители. То есть крайне-крайне интересный сайт, зайдите, посмотрите, оцените, отзывы в официальной сети. Соответственно, был такой заказчик, как был отредительный фонд ЖИИ. У них обратились к ним к нам следующие задачи, опять же, обратились к нам не по пасеке, как бы уже с рафаной радио, попросили помочь со следующей задачей. То есть у них был подтвержденный сервис Cloud Payments, наиболее популярный в России, который сейчас используется, для приема и пожертвований. И, соответственно, они использовали MailChimp. Сервис по отправке email-уведомлений, писем, да, благодарности, информационной рассылке тем, кто уносит непосредственно пожертвования. Процесс у них происходил крайне интересно. То есть они получали пожертвования, у них есть личный кабинет Cloud Payments, они брали этих пользователей, выносили вручную в MailChimp и, соответственно, проводили дальше с ними работу, рассылку, там, уведомления, новости. Наша задача стояла, этот вопрос полностью автоматизирован. Соответственно, мы настроили сервис таким образом, что если платеж успешный, и, соответственно, либо это регулярный платеж на ежемесячной основе, да, либо разовый, данные пользователи попадали в тот или иной список. Соответственно, дальше уже девчонки, которые работают с ними, с рассылкой, да, уже и занимают с рассылкой этой информацией. Аналогичный момент попросили обратить к нам уже, опять же, да, фонд «Антон» тут рядом. С точно такой же задачей у них, точно такая же проблема была. Мы непосредственно помогли им развивать точно такую же функциональность. Были отличия, были отличия формулы, мы, соответственно, по нашей рекомендации доработали платежную форму, и, соответственно, привели все в порядок, и теперь они полностью уже с обновленным дизайном работают и получают, соответственно, свое зарождение. А вот на этом проекте я хотел бы остановиться поподробнее. То есть сейчас буквально пять проектов, это не все, которые мы сделали за этот год, это основные, допустим, да, базы, чтобы не повторяться, сайт «Ассоциации свод». Это сайт «Волонтер.ру». Очень крупный российский проект, который позволяет всем желающим волонтерам зарегистрироваться на площадке, ознакомиться с мероприятиями, которые проходят непосредственно на их регионе, на ближайшем регионе, которые они могут выбрать, подать заявку на участие в той или иной организации, и, соответственно, уже по внутреннему взаимодействию, внутренней части сайта происходит обмен данными непосредственно организаций, которые проводят данные мероприятия, и списком волонтеров. Причем данный проект был, мы начали разработку еще в феврале месяце, по-моему, во второй половине. И буквально только неделю назад мы его закончили. Но закончили мы не потому, что долго делали. На самом деле это самый уникальный, самый интересный проект, с которым мы столкнулись. К нам обратилась организация, мы разработали сайт, проработали, было очень подробное техническое задание. Буквально за два месяца мы сделали первый прототип рабочую версию сайта. По сечению следующего месяца мы прорабатывали административную внутреннюю часть, чтобы можно было удобнее с этим работать. Но самое интересное начинается дальше. Во время еды всегда просыпается аппетит. И, ребята, заказчики, почувствовали возможность и гибкость платформы, и то, что, в принципе, можно творить все, что угодно, все, что душе пожелать и как они именно хотят, а не как должно быть, что самое главное, начали составлять следующее техническое задание. Тут у нас появился второй этап, который продолжался у нас два месяца, в рамках которого мы прорабатывали очень плотно внутреннюю часть. Мы частично изменили дизайн. Кстати, я повторюсь, что проект был разработан полностью с нуля. То есть, условно, была идея, концепция, реализация, приблизительно была построена бизнес-модель, но конкретное представление, что так-то, так-то, так-то должно работать, четкого понимания не было, потому что нет было практики большой в этом плане. Мы запустили проект, мы разработали дизайн, а, соответственно, он начал жить. В течение как раз первого месяца тестирования мы получили обратный отзыв, удобство эксплуатации, понимание интерфейса, насколько удобный личный кабинет. И уже на базе этих данных мы приступили к разработке второго этапа. Конкретно практически процентов на 60-70 мы переписали личный кабинет, изменили дизайн, чтобы он был более удобный, понятный. Реализовали в течение двух месяцев все эти доработки. Что вы думаете? Следующий месяц, следующий этап третий, следующее техническое задание. Ребята, соответственно, пошли дальше. В рамках этих двух месяцев, которые мы разрабатывали, мы получили еще больше отзывов, еще больше предложений по улучшению того или иного интерфейса. Мы столкнулись с такой проблемой, что для многих в связи с личным опытом, который каждый человек имеет, были определенные проблемы в использовании сайта. Не просто потому, что он сделан плохо, а потому, что людям элементарно тяжело разобраться со современными технологиями. Будь то взрослые люди, либо те, которые в меньшей степени работают с компьютером. Но было огромное желание принимать участие и выступали в качестве волонтеров. Мы, соответственно, подумали над данной проблемой. Мы начали хорошее решение и сделали некий интерфейс обучения поэтапного шага создания мероприятия для организаций, которые непосредственно регистрируются. Для волонтеров, которые поэтапно можно было попробовать шаг за шагом, как принять участие в организации. Как взаимодействовать и общаться, соответственно, с самоорганизацией. Данная интерфейс прошла крайне успешно. На протяжении, наверное, месяцев-трех мы очень сильно прорабатывали административную внутреннюю часть. Что касательно самого оболочки WordPress, ее практически нет. Она осталась только для, скажем так, элита, да, супер-пользователей, супер-администраторов, которые действительно внутри. Мы видели большое количество таблиц, большое количество статистики, большое количество, допустим, деятельств, потому что просто достаточно понять, что в базе данных волонтеров более 10 тысяч волонтеров, которые принимают участие. Когда мы переносили базу данных, это заняло достаточно большое промежуток времени, чтобы все дело протестировать, и дальше с этими 10 тысячами представьте, как нужно управляться. Насколько быстро должен работать интерфейс, чтобы перерабатывать вот эту огромную базу данных, чтобы фильтровать и искать вот именно нюансы, и стараться контролировать деятельность организации и взаимодействие именно с волонтерами. Соответственно, сами организаторы, они активно принимают участие, консультируют организаторов для проведения данного проекта. Действительно, крайне интересно. Просто зайдите, посмотрите, зарегистрируйтесь, попробуйте, увидите действительно интересный момент. Может быть, действительно, примите сами участие в каком-либо организации. Или хотя бы просто ознакомьте, что у вас происходит в городе? Какая деятельность идет? Ну, пробовали. Пробовали. Вот уже. Не получилось. Не получилось, плане? Это было в начале лета, не получилось. Вот нужно попробовать сейчас. Мы как раз примерно по этой причине сделали обучение. Это было первое ТЗ. Уже третий этап. Уже третий этап. Да. И более того, я боюсь, что это крайне хороший позитивный опыт, и что в ближайшее время, до Нового года, как минимум, нам придется встретиться еще раз. Верняка будет следующее техническое задание, которое мы продолжим развивать данный продукт. Действительно. На этом, в принципе, я слайд закончил. Теперь конкретно расскажу практику, да, что касательно работы у вас и непосредственно за подрядчиком, который будет выполнять ваш проект. Самое главное, запомните, да, я вкратце, несколько буквальных моментов. Самое главное, самое золотое, это техническое задание. Это тот самый документ, да, на базе которого вы будете спрашивать непосредственно заказчика, если у вас есть идея, просыпается по ходу, не торопитесь. Согласуйте, допустим, отдельно в техническое задание, да, как бы, приложение. И это позволит вам наиболее грамотно распределить, во-первых, ваши денежные ресурсы, соответственно, время разработчиков, и вы не будете кидаться на различные мелочи. Самое главное, реализовать основную базовую часть. После этого, возрастите, вернуться достаточно будет к этим доработкам, да, и уже вторым этапом, третьим, четвертым, пятым этапом реализовать все ваши хотелки, все ваши пожелания, улучшения, и развивать проект дальше, дальше, дальше. Причем это позволит вам действительно распланировать у вас бюджет на достаточно продолжительный срок. Что касательно, допустим, ну, скажем так, мы на первом месте не достаточно по одной простой причине, да, мы предлагаем действительно интересное предложение по цене, качеству и сроку. Есть задачи, есть потребность, позвоните, проконсультируем бесплатно, лично отвечу. Поможем ответить на все ваши вопросы, проконсультируем по выбранной платформе. Если у вас есть затруднения по обновлению, и, допустим, вам говорят, что из вашего сайта невозможно сделать мобильную версию, поверьте, мы такие проблемы решали. Буквально две-три недели, и ваш сайт, в принципе, адаптивен соответствующим требованиям и оптимизирован, самое главное, и по скорости, и по, соответственно, отзывчивости. Вопросы? Давайте поаплодируем сразу. Коллеги, есть время на вопросы. Вопросы? Вот так вот. Вот так выступили, что и вопросы. Если уже есть сайт на виксере, на какой-то конструкторе, имеет смысл с вами взаимодействовать? Легко. В зависимости от задачи, которая перед вами стоит. Если вы хотите проект развивать дальше и расширять функциональную часть, соответственно, не наращивать, наращивать непосредственно в данный момент, вы увидите возможность с платформой викс. Чисто технически не будет возможности внести те изменения по коду, которые вы хотели бы. Это конечная платформа, она предоставляет только то, что у нее есть. По модулям, по расширению и так далее. В этом случае, если у вас достойный дизайн и хорошая идея, есть смысл перевести на любую другую систему проект сайта. Не сложно. Мы переносим буквально, если не соврать, зависимость проекта это в течение месяца. Когда-то быстрее, когда-то чуть больше. Зависимость от элементов и функционала. Перенесли на какую-либо смс, что платно-бесплатно не имеет значения. И вы, соответственно, имеете исходный код, с которым вы можете работать дальше. И расширять, наращивать функциональность. Вот, например, идут именно волонтеры. То есть, получили базу, начали с ней работать, получили определенный опыт. Волонтеры богатые, вы знаете. Что еще раз? У них средства хорошие. Не спорю. У нас другая ситуация, так что волонтеры у нас не сравнивается. Все, соответственно, после детей пообщаемся и отвечаем на все вопросы. Сориентируем. Отлично. Большое спасибо. Давайте еще раз поаплодируем. Я думаю, если бы сегодня...